Всем привет, ребята! Сегодня я хочу вам показать, что находится в моем телефоне, расскажу о полезных приложениях для обработки и просто для жизни. И если же вам интересно, то продолжайте смотреть. Итак, на моем телефоне есть два рабочих экрана. На первом это приложения, которые были сразу установлены на телефон, а на втором экране это уже то, что скачала я, и там, конечно же, интереснее. Но начну я с того, что у меня находится на нижней панели. Это телефон, инстаграм, кстати, хочу вам его прорекламировать, ссылка в описании, всегда, милости просим. Там я с вами больше общаюсь, провожу разные интерактивы, конкурсы, поэтому подписывайтесь, мне будет очень приятно. Далее идет телеграм и снова реклама от Насти. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, кто еще не подписан, то ссылка в описании. Там я пощу разные новости из жизни, чуть-чуть больше, чем в инстаграме. И дальше у меня идет сафари, потому что, ну уж очень часто я захожу в интернет. Сейчас я хочу вам быстро рассказать, что у меня находится на первом экране. Не буду останавливаться на самых-самых банальных. Расскажу о том, что я часто пользуюсь заметками, туда записываю разные посты для инстаграма заранее. Иногда пишу сценарии или просто какие-то мелочи, чтобы не забыть. И далее iBooks. Это такой мне пинок под зад, напоминание о том, что Насти надо читать, надо читать больше. Я очень много видео на ютубе посмотрела, чтобы что-то найти интересное для себя. Скоро скачаю книжки и надеюсь, что я буду их читать. И да, интересный и странный факт обо мне, это то, что каждые 2 или 3 месяца я переставляю иконки на телефоне. Иногда я хочу, чтобы все было по папкам. Иногда я хочу, чтобы был какой-то творческий хаос в моем телефоне. Короче, я просто странный человек, который меняет постоянно иконки местами. Я не знаю, что со мной не так. И мы переходим на второй экран. Там уже больше приложений, они интереснее, естественно. Первый это Google Переводчик. Я им часто пользуюсь, хотя не очень ему доверяю. Далее идет Downloads. И очень многие у меня спрашивают, Настя, как ты скачиваешь сериалы, фильмы, музыку на телефон. Вот это приложение. Также часто я туда скачиваю видео с ютуба, которые я могу посмотреть в дороге, либо какие-то сериалы. Далее идет очень полезное приложение для Инстаграма. Если вы хотите, чтобы ваш профиль был, ну, супер идеальным, чтобы там каждая фотография подходила, это приложение Ан-Ам. Здесь вы можете добавлять фотографии заранее, перед публикацией и смотреть, как она будет смотреться в профиле. Или подойдет вам она или нет, что стоит добавить, может быть, там, свет поменять, все такое. Вот так вот ее можно двигать, как вы хотите. Далее идет папка, вот, с таким странным названием, просто Money, деньги. Хм, кто не любит деньги. Но здесь почему-то есть приложение Shazam, но просто я не могла его никуда засунуть. Я им не часто пользуюсь, но и удалять не хочу, потому что это полезное приложение. Благодаря нему вы можете распознать музыку в кафе, либо на улице. И далее идет Kiwi и Privat24, это мои карты, я думаю, здесь останавливаться не надо. И, конечно же, всеми любимый AliExpress. Тут можно ничего не говорить. Следующий ряд приложений, это идут мои социальные сети, YouTube. Кстати, благодаря нему вы смотрите это видео, поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь. Далее идет очень, ну, очень полезное приложение для ютюберов. Не только для начинающих, да и вообще. Здесь вы можете смотреть свою аналитику, сколько вы заработали, читать комментарии ваших подписчиков, отвечать, лайкать, смотреть, сколько процентов мужчин и женщин вас смотрят. Короче, безумно полезное приложение, я советую вам его скачать, если вы ютюбер. Далее идет Viber. Как по мне, то это самый удобный мессенджер, как для меня. Там все мои родственники, друзья, знакомые. Короче, видимо, я настолько стара, что я не переписываюсь в Телеграме или Ватсапе. И далее идет ВКонтакте. Туда я захожу где-то раз в неделю, может даже реже, потому что мне не очень удобно заходить, так как надо включать VPN. Короче, не люблю я эту соцсеть, но если же вы хотите выйти у меня в друзьях, то пишите, что вы мой подписчик, я там всех своих подписчиков добавляю. Далее идет папка «Самая любимая», «Самая нужная» в моем телефоне. Она называется просто вот так вот, такими смайликами. И здесь идут приложения для обработки. Первое приложение это Afterlight. Я о нем уже говорила в каком-то видео про Инстаграм, но скажу, что здесь можно делать крутые блики и потертости. И я считаю, что это самое лучшее приложение с этой функцией. Далее идет FaceTune 2. Оно бесплатное, поэтому вы можете его свободно скачать. И там это просто, наверное, как мини-фотошоп, что ли. Там можно сделать все, что угодно. И замыть задний фон, и поменять цвет кожи, и замазать синяки, и сделать лучше там что-то на вашем лице. Короче, миллион функций, поэтому вы можете его скачать и протестить. Следующее приложение это Snapseed. Также очень крутое и полезное. Благодаря нему вы можете убрать лишние предметы или людей с фотографией. Далее Lightroom. Боже, я его обожаю. Вот честно. Раньше я не догоняла этой фишки. Но здесь вы можете поменять зеленый цвет на желтый, синий на бирюзовый. Вот этот прекрасный бирюзовый цвет неба или воды. Все это можно сделать здесь. И если вы хотите еще одно видео про инстаграм-обработку, либо про интересные приложения для обработки, то поставьте палец вверх, тогда я буду знать, что такое видео стоит снимать. Далее идет приложение BazaArt. Это как мини-фотошоп, что ли, на телефон. Я до сих пор в этом приложении делаю себе обложки на видео. Также могу что-то отфотошопить, добавить какой-то элемент на фото. Короче, иными словами, это как аналог приложения Pixar, только чуть-чуть лучше. Далее идет приложение LD. Там можно добавить эффект буке, вот эти вот кружочки, туман, дождь, снег. Тоже очень классное приложение. Но я считаю то, что сейчас уже, когда весна и лето, то оно не очень актуальное. Это приложение больше подходит для зимних фотографий. И далее идет Pinterest. И там я нахожу просто все. Идеи для фотографий, обои на телефон, дальше обработку, как обрабатывать фотографии. Все это можно в этом приложении. Это приложение у меня находится не в папке для обработки, потому что я им пользуюсь чаще. И оно должно быть у меня всегда на виду. Это Waysco. Да-да-да, вы о нем знаете. Но там есть крутая фишка Disco. Многие еще не знают почему-то об этой фишке. Но сейчас я вам об этом расскажу. Заходите в Waysco. Нажимаете на такой квадратик. Меняете фото на Disco. И снимаете вот такое вот видео. Здесь, конечно, сейчас не очень, но не важно. Здесь можно выбирать эффект разный. Потом сохраняете и выкладываете, куда вам нужно. Как по мне, это очень круто, чтобы разнообразить свою инстасторию. И, возможно, вы замечали в моих историях такие видео. Следующее приложение, которое я вам настоятельно рекомендую скачать, если у вас его еще нет. Называется оно Hujicam. Боже мой, насколько оно божественное, вы не представляете. Я очень часто делаю туда фотографии. Правда, я их не выкладываю в профиль. Чаще всего в истории, потому что под профиль оно мне не подойдет. Чтобы открыть экран на весь экран, вам нужно просто поднести к глазу телефон и все. Вы фотографируете и фотографии получаются вот такими крутяцкими. Я просто в шоке от этого приложения. Я его обожаю. Далее идет всем известный снэпчат. Да, я туда ничего не выкладываю. Просто снимаю там видосы и потом, если что, заливаю их в инстасторию. Ну что ж, это все приложения, которые у меня есть на телефоне. Надеюсь, что это новенькое, интересное вы для себя нашли. И скачаете это. Мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал, если еще не подписаны. А также ставить палец вверх, если это видео для вас было хоть чуть-чуть, но полезным. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok